привет продолжаем расхламлять мой третий ящик и напоминаю что в первом были насти во втором массу и в третьем мы расхламили уже икс донская и аню горелову а здесь вот с левого края стояли айлен пи я их уже достала всех на хельмер их у меня немного всего 10 за ними еще в этом же ящики стоят кадиллайки 2 лака от энчанта polish и 2 от эмили де моли в этом видео остановимся только на расхламление лаков айлен пи точнее не 10 а всего лишь 9 лаков у меня неправильно посчитала сначала и покажу вам сначала 4 которыми я уже когда-то красила темные практически около черный хамелеон это eclipse из версии гола он хамелеонит в бронзово-малиновый немножко отдает зеленцой при этом не выглядит угольным то есть скорее это такой темно-серый основной оттенок базы и много-много голографических хлопьев очень понравился маникюр с ним поэтому избавляться от него не планируем на ромашки он по центру без вспышки сейчас достаточно темно и пасмурно и такой яркий красотон со вспышкой еще один хамелеон лак называется дир санта и здесь по этим выпирающим частичкам видно что это такой густой шиммерный лак он из бронзово-бордового переходит в медно-золотистый и слегка зеленый не успела насладиться этим маникюром выгуливала помню в январе но из-за того что топ у меня попался плохой от эвелин он очень запузырил поэтому я буквально там два дня по моему походила с этим маникюрами уже стерла из-за пузырей была без восторгов от него но хочу еще дать ему шанс что-то в нем есть при электрическом освещение дир санта становится больше малиновым и когда-то я делала сравнялку с ревенш от picture polish этот еще более малиновый при этом в той битве лака битве айлен пи победил потому что ревенш прям помню слезал у меня стипсы то есть второй слой съедал 1 и этим он мне не понравился на ромашке он сейчас по центру и выглядит достаточно скромно и в таком классическом стиле но опять же если включить вспышку то видно как заиграет сразу шиммер становится более малиновым и еще он золотые частички тут поблескивать слегка а ва был первым лаком от этого бренда с него началось мое знакомство и мне настолько понравился тогда маникюр с ним что я в ту же осень это было года два назад скупила еще но штук пять-шесть правда в то в то осень я так ими и не накрасила это лак из той же серии ягодно вареньевых которых я говорила что очень люблю такие оттенки мне прям жалко даже было им красить не хотелось чтобы этот лак заканчивался поэтому с большим удовольствием оставляю его в своей коллекции со вспышкой особенно видно что он такой явный фиолетовый с розовым шиммером внутри и очень красивой бархатной голографии и четвертый лак которым я уже красила называется тилдет версия гола тоже такой темный осенний хамелеон больше в его базе темно фиолетового с холодным паттоном для меня все эти лайки с осенним настроением и вот его пожалуй я пристрою он хорошенький новость сейчас такое настроение внутреннее состояние что по ощущениям буду красить им точно не скоро еще так что первый лак который отправляется в пристрой на ромашке он сейчас как обычно по центру и справа от него кстати дыр санта он какой-то сочный и ягодный сейчас есть у меня еще один хамелеон похоже на него только без голых лопьев называется анденит в нем тоже фиолетовая база и хамелеонит этот лак в болотно-зеленый как и предыдущий вот его я хочу оставить для того чтобы нанести потом поверх него топ сказочная вспышка от масура потому что мне кажется этот топ будет отлично сочетаться именно с темными лаками на ромашке между ними между тилдет и анденит как раз дыр санта опять же и вот видно что база у них реально похоже только анденит немножечко по темнее и понасыщеннее выглядит и таких хамелеона мне кажется отлично подходит для того чтобы поверх них наносить топы интересные например аваланж от бау ройлте очень похож на аву только отличается он цветом базы она у него более бордовая и вот ава рядышком правда очень похожи если выбирать же между ними а вы интереснее но поскольку ройлте я еще ни разу не красила и мне нравятся такие ягодно вареньевые лаки поэтому его и оставляю в нем так много шиммера на ромашки я специально накрасил их рядышком пониже сейчас ава и повыше ройлте какой вам понравился больше мне нравится а вы за счет того что в контрастной фиолетовой базе выделяется розовый шиммер три лака еще осталось показать и так на это лайт вот его я планирую пристроить правда когда я его покупала была в восторге от такой яркой голография цвет его базы холодный фиолетовый слегка уходящий в сиреневый даже ни разу им не красила но вот судя по сводчу на ромашке нанесен в три слоя и видно что просвечивает типса под ним классно наверное его использовать в качестве топа но вот по ощущению мне не хочется почему-то с ним возиться поэтому отправлю все-таки в пристрой и еще один голографик black orchid темный фиолетовый с холодным тоже подтоном самый настоящий осенний лак но им опять же ни разу не красила и вот хочется тоже его пристроить на ромашке он правее от night light такой бордовый насыщенный с линейной голографии а пристроить я его хочу потому что он не чем-то напоминает лаки от x-dansky но x-dansky поинтереснее в них еще насыщеннее голография поэтому этот без сожаления пойдет в пристрой и последний красавчик для этого видео это интерстеллар думаю многие с ним знакомы он выглядит силовым за счет того что база в нем синяя а шиммер внутри холодный зеленый космический небанальный очень интересный лак при дневном освещении точнее уже вечер даже он такой темный но все равно продолжает оставаться быть красивым так выглядят остальные лайки это в пристрой и те что остаются со мной сейчас на улице уже часов 8 вечера и вот так они выглядят при таком вечернем освещении на ромашке среди всех выкрашенных лаков от айлен пи по моему интерстеллар и ава самые красивые в нем прямо отчетливо виден зеленый шиммер а теперь можно подытожить три лака отправляю в пристрой все три голографика и вот эти вот 6 остаются со мной в надежде на то что те лайки которыми я еще не красила будут все-таки выигрыш каждый раз думаю что вот наступит осень и осенью я накрашу одним из них но наступает следующая осень а эти все стоят в сторонке а в следующем расхламлении буду показывать вам свои немногочисленные кадиллаки надеюсь вам понравилось это видео всем большое спасибо за просмотр пока 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 пока